здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа черным по белому в студии я ведущий александр гурарье и со мной историк политтехнолог давид эдельман давид добрый вечер добрый вечер итак мы продолжаем тему которую мы начали несколько программ назад о взаимоотношениях евреев и республиканцев а точнее о зарождении фашизма соединенных штатах о том что в принципе родины фашизма антисемиентизма и фашизма было не было не германия как считают многие а соединенные штаты мы говорили о форде и теперь пойдем дальше ну да учу мы говорили одну программу о первом конфликте евреев с республиканцем президенте гранте тогда главнокомандующим армии во время войны вторая передача у нас была посвящена расизму и медисону гранта который гитлер читал своим учителем в области расовой теории у нас были передачи посвящены банкиру шифру отношение к американцев и евреев бывших русских евреев к русской революции у нас была передача о том как протоколы сионских мудрецов получили распространение в америке и были поддержаны американской военной разведкой и две передачи про генри форда сегодня мы будем говорить о фашизме в америке фашизм отбросил свою тень на америку и оказал огромное влияние не только на отношение к еврейской общине о чем мы говорим и на рост антисемитизма но и вообще и когда мы говорим почему собственно говоря евреи допустим имеет конфликт с республиканцами мы должны относиться к тому предвоенному периоду допустим тогда существовала организация которая называлась америка фирст америка в первую очередь америка прежде всего и это организация она состояла из друзей нацистов из антисемитов из людей которые были против вступления америке войну то есть там были и умеренные люди которые говорили европе своя война и нужно не нужно вступать и те которые были против того чтобы еврейские беженцы вступили на землю америке и и те кто собственно говоря хотели чтобы в америке был фашизм со собственного образца и те которые требовали союза с гитлером и многие многие другие так вот америка фирст это было этот лозунг возник 30-е годы а повторен он был трампом во время своей инаугурации в 2016 году во имя его инаугурации в 2016 году то есть что получается получается что вот эти вот ключевые слова республиканские америка прежде всего древний республиканский лозун которому уже 80 ну более 80 лет он сильно зазвучал и в ушах евреях они помнят о чем идет речь именно потому что американские евреи не могут простить республиканцев их поведение перед войной во время войны во многом и связано их отношения с к республиканской партии ну и то что демократы были по против сегрегации а республиканцы были за и это разделило уже 50 и 60 годы но поговорим о фашизме америка отношение к америке фашизму никогда не было перед и перед войной начале 30-х годов но не было однозначно и более этого во многих вещах оно было абсолютно про фашистским про нацистки многие американцы могли повторить след за джека морганом сынами наследником джона пикпонта моргана об отношении к нацизму сказал мне не нравится гитлер ничем кроме его по одной позиции по отношению к евреи которую я нахожу вполне здравый вот его позицию по отношению к евреям находили здравым давно достаточно многие люди в америке кроме всего прочего тут надо сказать что америка только что переживать дала великую депрессию и германия их интересовала в том числе как экономический партнер как рынок сбыта чего же ссориться с германией но кроме всего прочего если в европе возникнет война то не наш война пути европейцы сами воюют поставки можно и тем и другим но кроме всего прочего многие в протестантской америке считали что наказание которые есть евреям это вообще наказание за их грехи за их стабизм за их атеизм и за еще 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 и в этот период выделяется два чарльза два чарльза которые стали такими доминирующими фигурами вот в этой антисемитской америке про носом про фашистской про нацистской америке первое это чарльз коглин по-русски его очень часто пишут чарльз кофлин и даже в русскоязычной векопедии написано чарльз кофлин а правильно коглин но пишут они кофлин потому что публицистике еще 30-х годов но советской еще а он вошел как кофлин так она осталась вот чарльз кофлин это был католик священник что для америки удивительно что таким лидером стал именно католический священник он в свое время он почти был уроженец канады переехал потом чикаго в детройт имел свой приход и первый раз и у него случилось что он дорвался до радио микрофона один раз ему кукулсклан сжег его церковь потому что кукулсклан выступал против католиков то в общем это ирония истории парадокс что вот именно выразителем таких российских настроений будет человек который пострадал кукулскланом и тогда какой-то всегда больный радиоведущий решил ему предоставить радиофир чтобы он мог собраться с пожертвования на постройку новой церкви мы предоставили пожертвования он выступил с несколькими проповедями и вдруг они стали иметь успех и он начал просить пожертвования и у него началась этот страшная вещь и тут ему поперло ему в середине 30-х годов он получал 80 тысяч писем в неделю из них 70 процентов было от протестантов 70 процентов от протестантов почти в каждом было денежное вложение он получал десятки тысяч долларов до сегодняшнего дня очень трудно понять сколько он получал он посадил отвечать на письма 150 клерков потому что это уже была империя у него было 60 радиостанций по всей америке каждом письме в ответ этот посылал сахармированный крестик который касался истинного распятия он стал для америки католической америки своеобразным аналогом папы римского и он как папа римский давал аудиенции ты что ж это было за радио на котором он выступил которая охватила всю америку нет вот первый микрофон он начал начал в одном округе а потом начала гостей популярности он создал собственную радиосеть это был самый популярный радиосвященник в америке который говорил о социальной справедливости его движение называл социальная справедливость на его церкви было написано только одно слово сострадание и он этот вначале он поддерживал рузвельта он выступая в тридцать втором году перед выборами сказал он поддержал розуста потом когда ружин объявил новый курс он сказал что новый курс это курс иисуса христа вот этот человек который говорил что новый курс он это курс иисуса христа очень быстро в рузвельте разочаровался и как прочая антисемитская америка стал называть рузвельта розенфельдом то есть розовитам придумали еврейскую фамилию это не украинский патент придумал и записывать кого-то в евреев где-то да нет да это не украинский патент это америка к сожалению зеленского никак не записать он уже и да но розельта назвали розенфельдом новый курс нью-дейл назвали джу-дейл еврейский курс и он начал говорить что единственный способ достижения социальной справедливости это фашистское корпоративное государство потому что фашизм нацизм в германии фашизм в италии это же было не только военные машины это еще было вот такое корпоративное государство которое защитит рабочих от чудаков от чужаков кто такие чужаки евреи все остальные защитит их отталченных капиталистов и социалистов одновременно и те и другие евреи это и так далее это и он начал выступать и в этот момент по америке стали ходить колонны его вот последователи они шли в шеренками в 25-50 человек по улице если улица вмещала то 25 если улица вмещала то 50 человек и выискивали евреи евреев начались нападения на синагоге начались нападения на евреев на улице начались нападения на еврейские на еврейские центры это все происходило в 30-е годы и в этот момент это там полиция в нью-йорке допустим никак не вмешивалась а почему полиция не вмешивалась потому что в полиции было 400 человек которые были членами коглинского союза и которые сами в основном полицейские шли ирландцы ирландские полицейские жутко ненавидели евреев как и ирландские мафиози которые боролись с еврейскими мафиози да а я был этот в газ гарвин парке был этот митинг где во время выступали что евреи втягивает нас войну евреи красоты евреи это не там кто-то закричал евреи не бывают хорошими хороший еврей может быть только на кладбище хороший еврей это мертвый еврей тут проходил мимо какой-то евреи и сказал почему я вот живой и вполне хороший его арестовали судья потом долго не мог понять за что его арестовали но полицейские говорили на такое благоспоряжение что евреев которые громко разговаривают или кричат вот и это была волна и в америке собственно я был вот создан этот комитет америка прежде всего республиканских конгрессмены и республиканцы сенаторы в сорок первом году уже требовали провести расследование против для подрывной деятельности голливуда который не было подрывной более того в следующих передачах я буду рассказывать о том что голливуде вся продукция почти практически давали ее просмотреть предварительно консулу нацистской германии в лос-анджелесе который смотрел и говорил что удалить потому что если нет то фильм не будет показываться на территории германии и вся продукция этой фирмы этой студии будет забраковано голливуд не был в тридцатые годы антинацистским никак но это рассмотреть подрывную деятельность голливуда и еврейской прессы они не успели устроить вот такую маркартистскую кампанию перед войной только по одной причине они это делали в ноябре а в декабре началась война и именно война собственно говоря спасла во многом от того что могло произойти и ног коглин до конца своих дней он будет говорить о том что евреи это евреи они марксисты евреи они атеисты евреи они капиталисты причем все что ему не нравилось это были евреи и сам коглин иногда называл себя американским гибельцем и он выступил защиту хрустальной ночи сказал что она этот ну ее преувеличена и эту позицию он будет до самой смерти а он родился в 1891 году а им а умер в 1979 то есть прожил огромную жизнь и все это в жизни его огромная религиозная община будет том числе сеять этот антисемитизм и так далее но кроме всего прочего он был одним из кандидатов отдельно из возможных людей которых рассматривали как альтернативу рузвельта и он бы пошел президент у него была проблема с американской конституцией у него он родился в канаде он не родился в соединенных штатах америки именно поэтому он не мог пойти но вот на следующем следующий передачи мы будем говорить о другом человеке который более всего олицетворял был меньше мать смита но больше всего олицетворял про нацистскую позицию в соединенных штатах америки это знаменитый летчик чарльз линберг который собственно говоря и будет восприниматься именно таким человеком но и мы можем сказать одну одну вещь которой мы говорили в предыдущих передачах что к сожалению антисемитами становятся не только мелкие люди не только глупые люди мы говорим и о коглине и о форде и о линберге что это были по своему выдающимся и выдающиеся люди и именно они были главными врагами американских евреев распространителя антисемитизма и так далее спасибо спасибо давиду дельман следующей программе мы продолжим эту тему дорогие друзья смотрите программу черным по белому всего доброго